Здесь была очень интересная. Я могу, наверное, до бесконечности рассказывать истории, которые мне там рассказали. Но в целом были какие-то такие противоречия, но они были настолько маленькие, что люди, которые находились на том же самом рынке, находились рядом со мной, продавали лук, они поддерживали, они говорили, что это действительно стоит того, что смотрите, какая красота, и раскрывали людям, зрителям, которые проходили мимо. А ведь это на самом деле вопрос очень интересный, потому что дома, которые стоят в районе, в старом районе, они являются единичными уже, по сути дела. И люди, которые мы уже будем, я с ними тоже очень много общалась, много с ними говорила, у них сложилось такое впечатление, как будто бы они одни остались здесь, с этими домами. И как администрация не помогает поддерживать все их финансовые вещи, так и люди, то есть не поддерживают их точно так же. Потому что общаясь с ними, то есть возникли такие проблемы, как, допустим, они убирают свою территорию, на которой они стоят дома, они ухаживают за ней, но тут же приходят люди, которые живут через дорогу, и тут же выкидывают там диван, который им не нужен. И они спрашивают, почему это происходит, почему на это никто не обращает внимания. И когда я была, допустим, на том же самом рынке, очень много людей спрашивали, а они вообще откуда, где они живут, тут же в этом же районе, в этом же клаверате, но они уже никак бы забыли. И вот этот вопрос, который к ним был поставлен своими зрителями, я думаю, что у меня как-то получилось, я задать этот вопрос, почему у меня нету должного внимания, что ли. Поэтому, с другой стороны, была интересная реакция детей, потому что, я понимаю, что это привлекало там как-то визуально, и им нравились вот эти вот, там были баночки, и там можно посмотреть, как-то визуально, и как визуально, да, такой немножко эффект, ну, знаешь, что-то замынухи, то есть, вон, с другой стороны, для них это тоже были свои ассоциации, то есть, даже для этих детей это может быть не ассоциацией грунтейтного виза конкретного региона, но для них это ассоциация чего-то теплого, родного, домашнего, вот такого у бабушки. Вот, и это тоже было принято с одобрением, и вот.